Приветствую вас, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего выпуска – боли в пятках, или, говоря по-народному, пяточные шпоры. Вообще-то надо понимать, что боли в пятках – это не всегда боли в самих пятках. Нужно различать два состояния – боли под пяткой, то есть на стопе, и боли в области ахиллово-сухожилия, то есть сзади ноги. Вот это два абсолютно разных состояния. Но говорить мы сегодня будем именно о боли в пятке, в области шпор так называемых. Боли в области этой шпоры обычно возникают, когда человек наступает на пятку. То есть бывает, что люди описывают это как будто чувство гвоздя под пяткой, как будто наступаешь на раскаленный гвоздь. И, как я уже сказал, это очень часто связывает с вырастом так называемых шпор, то есть костных образований. Парадокс, однако, заключается в том, что наличие вот этого костного образования, вот этой самой костной шпоры, ну скажем так, никак не коррелирует именно с болью. То есть бывают ситуации, когда у человека на рентгене мы обнаруживаем большую костную шпору, но при этом пятка никак не болит. А бывает наоборот, что у человека шпоры на рентгене никакой нет, но боли в пятке при этом у него очень сильные. И вообще, если снимать всех поголовно здоровых людей, ну вот брать людей с улицы и делать им всем рентген пяток, то примерно у трех, пяти или даже семи процентов людей здоровых будут обнаружены на рентгене те самые костные образования, называемые шпорами. То есть даже у здоровых людей бывают эти шпоры, которые никак о себе не дают знать. То есть это такая индивидуальная особенность организма. А что же тогда болит в пятке, если не вот эта самая шпора? Как правило, боль под пяткой, вот этот гвоздь в области пяточного сухожилия связан со спазмом и с воспалением того места, где пяточное сухожилие прикрепляется к пяточной кости. То есть воспалилось сухожилие и воспалилось место, где сухожилие прикрепляется к пяточным костям, и вот это воспаление вызывает довольно сильную боль. Из-за чего воспаляется это самое пяточное сухожилие? Ну, банально может воспаляться просто из-за перегрузки ног. То есть человек очень много походил, перегрузил ноги, сухожилие не выдержало и воспалилось. Особенно часто вот это воспаление сухожилия из-за перегрузки возникает у тех людей, кто а. страдает плоскостопием, или б. привык при ходьбе припадать на пятки. Вот есть люди, которые ходят достаточно тяжело, они при ходьбе припадают на пятки. Еще сухожилие может воспалиться из-за того, что человек очень долгое время ходит в обуви с плоской и гладкой подошвой, то есть подошвой без супинаторов. Кстати говоря, очень часто человек купил новую обувь и вдруг заболела пятка, потому что стопа к этой новой обуви еще не приспособилась. Помимо этого, пяточное сухожилие может воспалиться из-за банального удара, из-за какой-то травмы. Причем люди об этом часто не догадываются. Например, человек ударился или сделал неудачное движение ногой, а пятка у него заболела спустя 3-5 дней. То есть человек даже не связывает эту боль с тем, что 3-5 дней назад у него была какая-то травма. Ну и главное, о чем я вас должен предупредить, помимо перечисленного, к воспалению пяточного сухожилия часто приводят какие-то артриты, то есть такие системные заболевания. Ну, например, подагрический артрит, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, реактивный артрит. Но вот эти состояния, они отличаются от банального воспаления пяток тем, что при этих артритах боль в пятках, как правило, будет не столько при ходьбе, сколько пяточные сухожилия будут очень сильно болеть по ночам, даже в покое. То есть человек может просыпаться от ночной боли в пяточных сухожилиях. Именно это отличает воспалительную артритную боль от обычного воспаления пяток из-за перегрузки или травмы. Какие обследования нужно сделать при болях в пятках? Ну, любой врач, как правило, отправит пациента на рентген, чтобы обнаружить ту самую шпору. Но, как мы уже говорили, шпоры здесь может быть и ни при чем. С моей точки зрения, самое главное обследование – это обследование на ревмопробы. То есть нужно сдать анализы, чтобы убедиться, что у вас нет никакого артрита. Это первое и главное, что мы должны сделать. Когда мы убедились, что воспаление пяточных сухожилий не связано у вас с каким-то процессом артритного характера, приступаем к лечению, собственно говоря, вот этой шпоры или снимаем воспаление сухожилия. И что я должен здесь сказать? Когда я готовился к этой программе, посмотрел, чем предлагают лечить пяточные шпоры, я, откровенно говоря, просто ужаснулся. Например, я наткнулся на совет лечить эту шпору уксусом. Ну и видел отзывы нескольких пострадавших, которые пятки уксусом просто-напросто сожгли. Наткнулся на совет отбивать пятку молотком. Вот буквально. То есть человек советовал в видео своем брать молоток и стучать по пятке. Несколько человек достучались и получили перелом пятки. Вот этого всего делать не надо. Давайте лечиться с вами нормальными способами. Первое, что нужно иметь в виду при лечении пяточного сухожилия, что на тот период, когда вы будете лечиться, все-таки нужно ногам обеспечить покой. То есть постарайтесь ходить в это время поменьше. Проинспектируйте свою обувь. Посмотрите, чтобы все-таки была не очень плоская подошва, чтобы были какие-то в обуви супинаторы. Можно даже купить качественную импортную обувь с хорошими супинаторами. Мне, например, нравится, есть такое понятие, городские кроссовки фирмы Nike, Adidas, Puma и фирмы Eco. Но это ни в коем случае не реклама, я просто говорю то, что нравится мне. Но в целом даже в этой качественной обуви с хорошими супинаторами на время лечения надо стараться ходить немножко поменьше. То есть ногам обеспечиваем покой. Что касается самого лечения. Какие методы терапии могут помочь? Ну, во-первых, это физиотерапевтические процедуры. Например, помогает при болях в пятках лазер. Может помочь ультразвук с гидрокортизоном. Ну, многие знают такую процедуру, которая называется ударно-волновая терапия. Она, кстати, изначально, насколько я знаю, была разработана именно для лечения вот этих пяточных сухожилий. Хорошо помогают при боли в пятках компрессы со специальной жидкостью, которая называется димексид. Могут помочь компрессы с бишофитом. Если ни один из этих методов не помогает и боли в пятках продолжаются, некоторые врачи делают укол в области пятки. Укол со специальным гормональным препаратом – это дипроспан или гидрокортизон. Но я считаю, что гораздо лучше делать при воспалении сухожилий пяток специальную лечебную гимнастику. И пример такой гимнастики мы вам покажем в одной из следующих программ. В тех случаях, когда боль в пятках у вас очень сильная, можно попринимать каким-то коротким курсом 10-14 дней противовоспалительные препараты. Это может быть немолит, найс, мавалис, аркоксия, вольторен. 10-14 дней для того, чтобы снять воспаление с места прикрепления сухожилия к пяточной кости. Ну и, наконец, хочу сказать, что если воспаление пяток у вас было связано с артритом, то есть подагрой или с ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, реактивным артритом, то вот эти воспаления пяток более тяжелые, протекающие обычно с покраснением пяточной области. Их, конечно, надо лечить у врача-ревматолога. Сдали анализы, увидели, что есть мочевая кислота повышенная или есть какие-то воспалительные показатели повышенные. Значит, самодеятельностью не занимаемся, а лечимся строго у врача-ревматолога. Ну и, наверное, в завершение надо сказать несколько слов о воспалении не пяточного сухожилия, а именно ахиллового сухожилия. У воспаления ахиллового сухожилия бывают две основных причины. Это либо травма, ну, спортсмены часто с этим сталкиваются, резкое неудачное движение, пятка, как говорится, провалилась, или резкий рывок, и сухожилие рвется. Это, конечно, тяжелое состояние, которое требует потом оперативного лечения, если разрыв сухожилия был полным, или долгого заживления и восстановления, если сухожилие порвалось не полностью. Такую травму может получить не только спортсмен, иногда такие травмы получают и люди в повседневной жизни. Например, человек шел, как-то неудачно встала нога, сухожилие надорвалось. На бордюр человек наступил, нога провалилась, опять же, разрыв. То есть это бывает и в повседневной жизни. Такое состояние требует долгого лечения и, главное, покоя. То есть порой даже ногу гипсуют. И опять же можно провести какие-то процедуры для ускорения заживления вот этого ахиллового сухожилия. Это, например, лазер, опять же, ультразвук, возможно, компресса с бешофитом. То есть те процедуры, которые будут ускорять заживление. Но мы с вами должны иметь в виду, что очень часто, вот без причины воспаления ахилловых сухожилий, то есть воспаление на ровном месте, может быть как раз признаком артрита, опять же. Это либо болезнь Бехтерева, либо подагрический артрит, либо псориатический артрит. Ну, иногда реактивный или рематоидный. То есть вот эти артриты очень часто приводят к воспалению двух ахилловых сухожилий сразу. Как это обычно выглядит? Сухожилие становится красным, таким горячим даже на ощупь воспаленным. И оно становится веретенообразным, то есть буквально такое воспаленное расширенное сухожилие, которое похоже на веретено. Вот такое воспаление, артритное воспаление ахилловых сухожилий обязательно лечить должен именно врач-рематолог. Дорогие друзья, и это все, что я хотел вам сегодня рассказать о воспалении и болях в пятках. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok